всем привет вышло тут на днях обновления мода black eyes версия 4.1.5 но это обновление небольшое по сравнению с предыдущими 4.1.3 и 4.1.4 в этом обновлении в основном разработчики пофиксили баги которые были по жалобам пользователей вот сейчас попробую протестировать его после долгого перерыва сыграю за францию так ну iron man этот мод не поддерживает высокой вероятности улитов исторический этот историческое поведение исторический фокус у искусственного интеллекта тоже надо ставить сложность нормальная кстати с нормальная сложность дает очень хороший бонус для стран под управлением компьютера истощение дивизии минус 50 процентов от всего истощение минус 50 процентов от холода и от жары так и настроим скорее всего настроим мы усиление наверное германии все-таки это наш основной потенциальный противник в принципе можно на двоечку поставить тут на самом деле буст такой баф такой чудовищный прирост политвласти плюс 25 прирост опыта армии плюс 25 скорость тренировки дивизии минус 20 процентов количество рекрутов плюс 15 процентов потеря организации при движении минус 40 процентов истощение дивизии минус 7 с половиной процентов потребление припасов минус 20 процентов защита самолетов плюс 10 процентов скорость восстановления дивизии плюс 20 процентов скорость окапываемости плюс 40 процентов эффективность производства базовая или максимальная максимальная плюс 15 процентов и рост эффективности производства плюс 25 процентов. Это вообще страшная вещь для нас, для врагов Германии. Пенальти, штраф из-за отсутствия ресурсов минус 30 процентов. И защита и атака дивизий на родных территориях плюс 15 процентов. Скорость исследования технологии плюс 10 процентов. И объем производства верфями плюс 20 процентов. И скорость планирования плюс 40 процентов. И потребление горючего армии флотом. И авиацией минус 40 процентов. Блин. На самом деле, если вот так вот играть, чисто если допустим на Германии против всех стран, даже если на них будут люди, то можно просто на изи затащить с такими бафами. В принципе, мне кажется, этого достаточно. Выше уже как бы, ну... Ну, выше я не буду ставить, потому что, во-первых, я за Францию ни разу не играл. Потому что обычно либо за это играешь, либо за это играешь, либо за это. Ну, наверное, как самые популярные страны у игроков, в принципе. Вот. Во-первых, потому что я не играл за Францию ни разу. А во-вторых, потому что неохота затягивать все-таки игру. Хочется уложиться в исторические рамки войны, то есть до 45-го года. чтобы все решилось. Потому что в прошлый раз, когда я за Италию играл, я тоже усиливал врагов наших, там, Советский Союз, я усилил Индию, Францию, еще кого-то, по-моему. И война затянулась до 60-х годов, там. Она закончилась сбросом атомной бомбы на Вашингтон. Вот. Все-таки охота, чтобы война все-таки не доходила до 60-х годов. Я думаю, этого достаточно. Так. Ну, еще, в принципе, это у нас интенсивное усиление. Можно еще экстенсивное усиление сделать для Италии. То есть здесь по качеству больше усиления, а здесь по количеству у Италии будет. По объему производства прежде всего. тоже на двоечку можно, в принципе, поставить. Так. Ну, тут минус 6% фабрики товаров народного потребления. то есть еще 6% фабрик будет у Италии свободно для военных нужд. Так. Максимальная эффективность производства плюс 30. Рост эффективности производства плюс 20. штраф за отсутствие ресурсов минус 15. Объем заводского производства военными заводами плюс 30. Нормально. И объем производства верфями плюс 20. Ну и скорость восстановления фабрик. Ну, во-первых, стойкость к бомбежкам фабрик минус 20%. Они страдают от бомбардировок. И скорость восстановления фабрик плюс 50%. В принципе, неплохие бонусы. Еще у нас потенциальный враг это Япония. Но Японию я не буду усиливать. Потом скажу почему. Вот. Остальное все оставим по умолчанию. Так. Это вся иностранная политика. Вот эти все волонтеры, всякие ленд-лизы. Это все по умолчанию. Короче. гарантии. Это все перевороты. У кого хочешь можно делать. Буст партии у кого хочешь. Десант разрешены. Так. Максимальный уровень укреплений. Вот кстати для Франции можно поставить побольше максимального уровня укреплений. Ну ладно. Пусть будет как по умолчанию. Какой там по умолчанию кстати я не знаю даже в этом моде. В ваниле по-моему десятый уровень. Здесь почему-то только ниже что ли можно ставить. Так. Ну поведение искусственного интеллекта историческое все у нас будет. Так. Франция историческое. Это историческое. Демократические страны историческое. Так. Сохраняем. так он работает этот презет. Блин. Да. Все работает. Ничего не забыл здесь нажать. недавно. Продолжение следует... В общем, какие изменения основные произошли в игре за этот период, пока я не играл с версией 4.1.2. Самое заметное, самое первое, конечно же, изменение, это то, что они изменили иконки дивизии, иконки авиации они изменили, иконки флота они изменили. Самое бросается в глаза, конечно, дивизии. Не знаю, зачем они это сделали, потому что в этом моде иконки были вообще, но это одна из самых сильных сторон была. Мне очень нравились они, те, что были раньше, до версии 4.1.2. А сейчас они сделали вот такие какие-то непонятные иконки. То есть, ну вот, это укрепленность. Они какие-то как будто зажатые, ну вот сам значок этот натовский, он стал меньше по размеру, он стал как будто такой стиснутый с двух сторон. Ну и вот снизу, это шкала организации и шкала прочности дивизии. Вот, и при отдалении, вот так вот, если отдалить, то размер дивизии, ну, примерно по размеру как Бельгия становится. Это как бы, ну, не знаю. Ну, в принципе, играть можно, ладно, терпимо. Вот, это первое изменение такое, крупное, которое сразу заметно. Во-вторых, они интегрировали в этот мод, добавили. Мод Эксперт Аи. Ну, это мод, я думаю, не нуждается в представлении Эксперт Аи, он типа улучшает поведение искусственного интеллекта в игре. Вот, и вот меню отдельное они сделали для этого мода. Тут можно все конфигурации, можно, кто шарит в этом моде, Эксперт Аи, тот может тут как бы ковыряться. Но я в эти дебри, честно говоря, залезать не хочу, потому что я с этим модом не играл. Вот, то есть тут вот динамические бонусы есть для противников, игрока. То есть, допустим, ставишь, вот очень тяжелое, и противникам игрока даются бонусы. Допустим, все снаряжение сухопутной армии и авиации у стран под управлением искусственного интеллекта становится дешевле. Тут среднее снижение цены, вот здесь уже очень высокое снижение цены на производство снаряжения наземного и авиационного. Потом динамический бонус, динамическая отчаянная защита. Что у нас это значит? Это значит, что страны под управлением искусственного интеллекта, которые воюют с игроком, получают бонусы к промышленности и рекрутированию ко времени найма дивизий, когда они близки капитуляции. То есть, вот, если низкое поставить, то вот такие бонусы. Среднее, высокое, допустим, на среднем бонусы какие? Если уровень капитуляции страны примерно 50%, то скорость найма дивизии минус 85%, объем выпуска верфей плюс 100%, рост эффективности производства плюс 200%, и в дополнение снижается стоимость наземного и авиационного снаряжения. То есть, вот такие вот бонусы. Понятно, здесь еще более крутые бонусы для стран, которые проигрывают. Ну, то есть, если они близки капитуляции, им даются, короче, всякие плюшки накидываются. И можно еще вот здесь тоже снижение и истощение дивизий у стран, которые воюют с игроком. Так, другое. Свободные конвои. Так, страны под управлением искусственного интеллекта получают свободные конвои ежемесячно, в течение времени, пока не имеют меньше 50 доступных конвоев. Ну, это тоже понятно, то есть, ну, это такой бонус, ну, помощь искусственному интеллекту такая временная. То есть, если он тупит, у него тяжелое положение, то ему даются, типа, свободные конвои. То есть, они не его, а просто вот на время как бы даются в лизинг, так сказать. Дальше. Динамическое пополнение. Страны под управлением искусственного интеллекта, которые воюют с игроком, могут получать свободные дивизии, ну, тоже по принципу лизинга. То есть, на время даются. И снаряжение, когда они, то есть, они получают свободные дивизии и свободное снаряжение, когда они проигрывают. Вот. Общее количество дивизий зависит от размера страны, их размещение преимущественно где-нибудь позади активного фронта и вне поля зрения игрока. Вот. Ну, я просто не знаю, я не шарю в этом, я не хочу это трогать все, чтобы тут еще краша начнулся, еще что-нибудь такое. Ну, и буст к планированию и укрепленности плюс 100%. Тоже не хочу это нарушать баланс, который я даже не знаю, какой здесь баланс сейчас в этом моде. Основные настройки. Так, Кость не вторгается в Норвегию. Нет. Почему она не должна вторгаться в Норвегию, если мы в историческом сценарии играем? Так. Противоагрессивное поведение, дипломатия. Да, это исторично. Улучшенная логика ленд-лизов у искусственного интеллекта. Да, это нам пригодится. Ограничение исследовательских слотов для малых стран. Все малые страны на старте получат только один слот для исследований. Улучшение производительности. Это понятно. То есть, все малые страны во время мира имеют ограничение по количеству дивизий, чтобы не нагружать компьютер на вычислении. Нейтральная Испания. Испания не будет присоединяться к альянсам. Вообще, это исторично. То есть, можно поставить галочку, но тогда игра лишится какого-то интриги, так сказать. Потому что, если я нажму галочку, то она на 100% не будет воевать с Францией. А если не поставить галочку, то, допустим, если Испания победит, победят франкисты в Испании, то она может, в принципе, вступить в ось. Ну, это как бы было вполне вероятное развитие событий. Ну, не такое уж прям невероятное. Вот. И даже если победят там коммунисты, ну, не коммунисты там, левые всякие, то Испания может вступить в Коминтерн. И, кстати, не факт, что мы с Советским Союзом мы будем дружить, потому что, вот когда я играл за Италию в прошлый раз, то союзники поругались с Коминтерном. Это, на самом деле, во многом спасло мы катку, потому что положение там было тяжелое у оси. Вот. Ну, Рейх исчерпал все людские ресурсы, и здесь его остановил Советский Союз на этой границе. Вот это вот. Вот. То есть там спасло реально положение только то, что Коминтерн начал воевать с союзниками, а союзники поставляли ему ленд-лиз. Причем они начали воевать из-за Ирландии. В Ирландии вспыхнуло коммунистическое восстание, или революция, кому как больше нравится. И, соответственно, началась гражданская война демократов с коммунистами. Соответственно, демократы вступили в союзники, коммунисты вступили в Коминтерн. И потом они объявили друг друг другу войну. Вот. То есть здесь мы пока оставим интригу, сохраним, так сказать, более агрессивная Германия. Ну, слишком агрессивная это тоже. Как бы в реальности Германия довольно все так лавировала аккуратно, чтобы не получилось так, чтобы она воевала на два фронта. Поэтому здесь мы оставим как есть. А то тут получается, что она, да, слишком агрессивную политику на всех нападает. Короче, нет, это нереально. Рандомное генерирование рандомных, рандомные идеологии для наций под управлением искусственного интеллекта. Это нам не надо. Так, марионеточный Египет. Так, это типа, ну, это понятно, это то, что когда Англия воюет, она иногда забывает, отвлекается от этого региона. То есть она отводит войска там в Метрополию, еще куда-нибудь там в Индию, там в Японию. Вот, то есть она забывает про этот важный участок фронта, поэтому марионеточный Египет как бы, ну, как вассал Англии, как выделенная отдельная территория, он может хотя бы какие-то дивизии тут оставить, ну, чтобы прикрывать свои собственные. Хотя, стоп, галочки нету, но Египет уже как марионетка. Ладно, не будем здесь ничего трогать. Ну, все, короче. То есть по умолчанию здесь, вот как в ваниле, Египета вообще нету. Он как колония считается, как вот, как Судан. Колония Англии. Хотя на самом деле Египет в это время, он уже был независимый, формально независимый. С 1922 года, по-моему, был независимый. То есть Англия, ну, она имела право прохода и контроль над зоной Суэцкого канала. Вот, но здесь он считается марионеткой Англии. Ну, у него хотя бы 7 дивизий, то есть с начала войны он может где-то, ну, дивизий 20 наштамповать. Которые будут хотя бы вот здесь, может быть, прикрывать фронт. Вот, так. Кочевые племена. Национальный дух. Низкая инфляция. Некомпетентные офицеры. Арабская малая страна. Британские офицеры. Единственный бон. Плюс это скорость планирования. Ой, не скорость, а максимальное планирование плюс 10. Нейтральная внешняя политика. Вот, это, в общем, это второе изменение такое крупное. Насчет Эксперта И. Так, что там? Третье изменение. А, третье изменение, да, они переработали Азию. То есть, раньше, вот как, ну, допустим, когда вот в 4-1-2 я играл за Италию. Даже усиленный, я усиливал Китай. Все равно Япония его очень быстро выносила. Ну, национальный Китай под управлением Чанкайши. Под управлением Гаминдана. Вот. Они сделали какую-то переработку. Я, честно говоря, не знаю, в чем смысл. То, что они, ну, добавили вот кучу фракций мелких, вот этих вот, полугосударственных вот этих вот клик. Вот Хунань клика. Ну, Гуанси она и была. Вот это вот Юэ клика. Честно говоря, первый раз слышу такое название. Потому что здесь обычно была клика Гуандун она называлась. Гуандун. Гуанси и Гуандун. В реальности. Ну, не знаю, там, может, какое-то название такое настоящее там или как оно. Так, и она независимая считается. Ну, странно. Так, это у нас клика Сичуань. Сичан. Господи. А, ну, это вассал. Так. Всего два вассала у меня получается. Остальные независимые вот эти клики. Ну, вот эти вот полугосударственные территории. Шаньдун клика. Еще и независимые. Вот что-то я сильно сомневаюсь, на самом деле. Вот мне лень гуглить, но мне кажется, Шаньдун, он не был таким прям независимым государством в это время. Вообще, мне кажется, вот эти все, вот эти все мелкие, они все, ну, естественно, кроме вот этих, вот Маньчжури и Маньзиана, они все были в той или иной мере зависимы, насколько я помню, от центрального правительства Китая, Чанкайши, вот этого. Вот. Ну, кроме, естественно, Тибет. Тибет это вообще не Китай, можно сказать. Тибет был потом оккупирован китайцами в 50-м или в 51-м году коммунистами, когда они победили в гражданской войне. И Синьцзян, он тоже был такой более-менее самостоятельный, там еще левые были у власти. Уйгурские, уйгурские территории, где сейчас этих прессуют мусульман, уйгуров этих. Типа многие жалуются, что там, ну, китайское правительство, типа этих уйгуров массово загоняют в эти лагеря перевоспитания, типа на перевоспитание отправляют их, типа они как концлагеря некоторые считают. Ну, территория довольно закрыта, туда не так легко попасть сейчас, поэтому там неизвестно, что там происходит. Но на самом деле вот эти уйгуры, они мусульмане, там неизвестно, что на самом деле, если бы Китай бы их там более мягко с ними обходился, как бы они отправлял их на перевоспитание, может быть они там вообще какой-нибудь, какой-нибудь там арабский халифат создали бы здесь. А, исламское государство, еще одно новое, вот здесь бы создали. Здесь бы был бы еще один рассадник терроризма, типа как раньше Афганистан был. Ну, в принципе, Афганистан сейчас не такой уж стабильный регион. Так что, не знаю, может быть даже то, что там Китай жесткие меры проводит, это, может быть это и на руку. Ну, может быть это и правильно. Вот. В общем, что я там говорил-то. А, ну, в принципе, насчет Китая, то есть они усилили, по идее, они должны были усилить Китай, потому что раньше Япония очень быстро захватывала Китай, даже усиленный Китай. Проводила Блицкриг буквально там за год, за два, то есть в 38-39 Китай уже капитулировал. Это если бот на Японии и бот на Китая. Вот. Это нарушало баланс. Сейчас они вот добавили фракции, да, и отдельные. У них есть свои дивизии. У них главный плюс в чем? В том, что у них много населения, по идее, они могут к началу войны наштамповать больше дивизий, мне кажется. То есть, самый идеальный вариант здесь был какой? Вот этот Китай, да, они его уменьшили по территории, но желательно ему оставить все заводы, чтобы он был такой же сильный. Все военные заводы, которые у него были, я уже не помню, сколько там у них в оригинале было военных заводов. Вот. А вот этим вот кликом сделать приоритет, чтобы они защищали именно вот эти внутренние территории китайские. Потому что обычно какой косяк у Китая был? Он сводил дивизии, сел куда-нибудь вот на фронт, здесь японцы их окружали, уничтожали, и потом здесь просто уже тупо некому было защищать от этой территории. То есть, если вот у этих мелких государств будет приоритет именно защита вот этих вот границ внутренних, еще здесь еще ухудшить снабжение, если, чтобы японцам было здесь тяжелее воевать, то, в принципе, тогда Китай может дольше продержаться, да. Вот. Ну, по идее, это, ну, как я думаю, как логично было бы сделать. То есть, Китай вот этот не ослаблять, ну, чтобы он держал, да, побережье, а вот эти фракции держали вот эти вот труднодоступные вот эти регионы все. Где горы, где плохая инфраструктура. Национальные духи они тоже новые добавили. Зимнее отопление. Прикольно. У кого еще зимнее отопление есть. Великая депрессия. Великая депрессия вообще, она на все страны повлияла, практически на все страны. Капиталистические, не только на Швецию, на Францию тоже повлияла. Последствия до сих пор. Ну, в 1936 году еще сказываются последствия в некоторых странах. Так, зимний обогрев. В Германии, в принципе, да, это логично. Даже в Италии зимний обогрев. Ну, интересно, не национальный дух добавили. Зато у Франции нету зимнего обогрева. Странно, что, в Италии холоднее, чем у Франции, что ли? Ну, смысл понятен, что на то, чтобы отапливать зимой, плюс 2% фабрик, которые задействованы на отоплении, на системе центрального отопления. Это, кстати, для нас хорошая новость. То, что у Германии, у Италии такой национальный дух. Так, в общем, что еще? Какие изменения крупные? А, да, еще вот они добавили новую систему. То есть, вот эти ячейки исследования теперь... Вот две ячейки, допустим, ну, на примере Франции. Вот эти две ячейки на любые цели, да, можно исследовать все, что хочешь. А вот эти вот четыре, получается, только на определенные цели. То есть, ну, тут видно, да, по иконкам, на что именно. Вот это только на пехот, ну, на армию. Это на танки. Вот. Это на самолеты, это на флот. То есть, только флот можно исследовать, вот остальные закрыты. Ну, не знаю, на самом деле... В принципе, система штрафов, да, за то, что ты там опережаешь время, она нормально работала. Ну, если разработчики захотели такую фишку, в принципе, она... Ну, она логичная, в принципе, я ничего против не имею. Вот. А, да, кстати, еще вот одна хорошая фишка, что они сделали, они, наконец-то, не исправили размер аэродромов, потому что у них раньше был размер аэродромов кратный. Сто... Сто двадцати пяти. А все обычно играют, ну, с сотками. Каждая, ну, каждая эскадрилья, она по сотне обычно. Я, например, привык именно по соткам. Вот. И поэтому сто двадцать пять, как бы там... Ну, там вот эти все числа, они нечетные, и это, как бы, ну, вообще неудобно. И вот они вернулись к размеру аэродромов, которые были... Которые ванили сейчас. То есть кратно ста. А, да, еще одно крупное изменение, какое они сделали в этом моде. Раньше здесь ширина фронта, вот, ну, допустим, вот, между двумя провинциями, когда идет сражение, основная ширина фронта была девяносто и сто двадцать. То есть кратное тридцати. То есть самый лучший шаблон раньше в этом моде был тридцатка. Ширина фронта дивизии. Самая актуальная. То есть тридцатки. Ну, тридцатки. Пятнадцатка можно было для гарнизонов ширину фронта сделать. Вот. А сейчас они изменили ширину фронта. Сейчас ширина фронта, если, допустим, вот из одной провинции атаковать другую, то ширина фронта будет, боя будет 75. Плюс по 25 за каждое дополнительное направление. То есть если с двух направлений, ширина фронта будет 100. Если с трех направлений вот сюда ударить, вот с этих, 125, соответственно. То есть сейчас, по идее, самый актуальный, ну, самый такой must-have шаблон должен быть 25. Ну, можно там 24,5, там 25,5, 24, в принципе. В принципе, за 25,5 небольшие там штрафы будут за превышение фронта. Просто если, допустим, если нападаешь, то если у тебя дивизии лишние получается по размеру, то они сразу не вступают в бой, они пребывают в резерве. То же самое, когда на тебя нападают, допустим, если у тебя слишком много дивизий, то они получают штраф. Ну, если они больше, они по ширине фронта, если они больше, чем ширина фронта вот этого, через который нападают, то они получают штраф. За то, что дивизии превышают ширину фронта. Надеюсь, я нормально объяснил. Вот, ну все, короче, что тут. Все, что надо, я сказал, вроде, по изменениям. Ну, вот это вот уже давно сделали склады. То есть, если есть какие-то излишки сырья, то можно отправлять их на склад. И потом нажимаешь и используешь сырье со склада. Ну, это актуально больше всего, наверное, для Германии, особенно в плане резины. На склад она может отправлять резину, чтобы во время войны не закупать ее, а использовать со складом. Вот появилось еще такой вот плюсик, типа можно добавлять новое меню. И здесь все, что хочешь, ставить. Ну, какие-то показатели. Какие там тебе интересуют, чтобы они отображались. Вот так вот. Раз, раз. 82 миллиона населения французской республики. Вот. А, вот они еще, кстати, добавили стрелочки. Вот стабильность и поддержка войны. И сейчас они падают. То есть, красная стрелочка вниз. Если стрелочки нет, то, значит, не изменяется. Ну, насколько я понял. Если зеленая стрелочка, то, значит, растет. Стабильность и поддержка войны. Ну, стабильность, конечно, очень важный фактор. Ну, и поддержка войны тоже. Вот так, значит, у нас сейчас фабрик 52. Военных заводов 27. Ну, интересно, на самом деле, у Великобритании больше, чем у Франции. На самом деле, я сомневаюсь, что так было в реальности. Мне кажется, у Франции все-таки должно быть побольше военных заводов на старте. Что-то они в этом моде ослабили Францию. Должно быть, ну, где-то, ну, 30, 30. Ну, хотя бы 30 заводов точно должно быть. Франции. Даже у Италии больше. Все-таки Франция одна из первых вступила в индустриальную эру. Промышленное развитие у меня должно быть нормальное. В Германии в два раза больше. Фигась. Да, тяжело нам придется, я чувствую. В грядущей войне. Так, ладно, в общем, с чего начинаем. С исследований. Сначала, как обычно, промышленность, конечно, развиваем. Так, строительство и базовые станки, все эти инструменты. Так. Так, вот эти у нас, получается, две. А, на доктрину нельзя их задействовать. Доктрину нам надо в любом случае качать. С самого начала. Так, доктрины, сухопутная доктрина Первой мировой войны у Франции практически вся выкачана. На самом деле, у многих стран, ну, вот на старте в 1936 году, многие страны вообще еще наполовину еще не изучены вот эти вот технологии. Вот у Италии здесь больше пробелов. Хотя Франция закончила Первую мировую войну, она была в 1918 году, она была, может, передовой в военном плане державой. То есть, вот это все, оно, по идее, должно быть уже изучено. Вот координация пехоты, танков и артиллерии, это по-любому должно быть изучено у Франции. Потому что, ну, Франция в 1918 году, она делала реально первые эти, первые атаки танковые, спланированные такие, организованные, прорывы. Че, Франция не изучила противотанковые ежи, что ли, не знала? Пехотная противотанковая защита. Так, камуфлированные позиции. Ну, это все изучено. Не, мы пока это не будем изучать, мы это потом изучим со скидкой армейского опыта. Вот. Фортификационная оборона, вот это все мы потом изучим. Сейчас самое главное нам качать доктрину глубокой обороны. В общем, вот здесь доктрины, которые ванили, они в одну ветку. То есть, здесь они разделены на наступательные и на оборонительные. Вот. Естественно, мы выбираем глубокую оборону, потому что мы играем в историческом сюжете. То есть, она дает бонусы на максимальную укрепленность, скорость укрепленности, скорость окапываемости. Желательно, конечно, к началу войны вот это все выкачать. А качается это довольно долго. Подготовленная оборона, эластичная, истощающая. Вот это подходит для Японии, вот это для Германии, вот это для Советского Союза. А наш путь это глубокая оборона. Требуются вот эти две изучить сначала, вот эту и вот эту. Времен Первой мировой войны. Блин, 900 дней, вы что, с ума сошли, что ли? А, то есть, надо сначала набрать 25% опыта армейского и со скидкой за 200 дней изучить. Понятно. То есть, на старте у нас не получится доктрину изучить. Значит, дальше промышленность. А, ну, электронику возьмем. На скорость исследования. Победители в Великой войне. У нас офигенный штраф к скорости исследования. Сухопутных доктрин минус 75% скорость. Типа, Франция расслабилась после победы, отдыхает, короче. Небольшие авиационные силы. Минус 10% скорость исследования воздушной доктрины. Прочность армии. Четвертый уровень. Еще минус 2% скорость исследования наземной доктрины. Небольшой флот. Минус 10% скорость исследования морской доктрины. И минус 5% скорость исследования всех, всех этих, ну, всех морских, короче, технологий. Базовые офицерские тренировки. Плюс 2% скорость исследования доктрин. Так, вообще, какое у нас сейчас состояние политическое? У нас сейчас у власти правые социал-консерваторы во главе с Пьером Лавалем. Пьер Лаваль, он, короче, передрифовал, ну, отошел от социализма. Пьер Лаваль в последние годы играет важную роль на международной арене. Он видит Германию традиционным противником Франции. Лаваль сделал несколько шагов в сторону изоляции Германии от остальных крупных сил Европы. Он подписал франко-советский договор взаимопомощи. Подписал с Италией и Великобританией соглашение, ну, короче, чтобы они присоединились к фронту Стреза. И фактически дал Муссолини свободу рук в Эфиопии в обмен на потенциальную помощь Муссолини против нацистской Германии. Ну, вот фронт Стреза, это, тут надо небольшую справку сделать, фронт Стреза, это был подписан в 35-м году, в прошлом, получается, за соглашение Лаваля, Муссолини и, кто там в Англии был, премьер-министром, я не помню, Стэнли Болдуин, вот, ну, они там часто менялись, в принципе, как и во Франции, премьер-министр. Вот, это было соглашение подписано в Италии, в городе Стреза, или Стреза, оно было противогерманским, противонацистским, то есть, эти страны осуждали то, что Германия нарушает некоторые статьи Версальского договора, в том числе, там, Германия начала развивать авиацию, военно-воздушные силы, то есть, они осудили это, фактически ничего не сделали, только осудили. Вот, ну, и там они еще гарантировали независимость Австрии, типа, что Австрия под их защитой, короче, что Германия не нападет на Австрию, не присоединит ее. Вот, и это соглашение, оно продержалось, ну, буквально там полгода, до конца 35-го года, потому что, когда Италия вторглась в Эфиопию, естественно, Лига наций осудила это, и, естественно, Франции и Великобритании пришлось от этого соглашения отойти. Соглашение с Италией. И Англия еще подписала соглашение, отдельно подписала соглашение с Германией морское, о том, что, ну, короче, о соотношении флотов, о том, что немецкий флот будет меньше, ну, на какое-то количество кораблей меньше. На самом деле, это соглашение дало Германии возможность, ну, начать увеличение флота, потому что у нее флот был намного меньше, чем тот, который был предусмотрен этими соглашениями. То есть, это соглашение, вот это, с треза фронт, вот этот, он присуществовал очень недолго. Так, а правительство Народного фронта, оно было уже после Лаваля, насколько я помню. Да, оно было в 37-38 году. Потому что вообще, ну, во Франции, в это время, ну, сейчас какая? Третья республика сейчас. Вот третья республика, которая вот с конца 19-го века, и потом четвертая республика, которая была после войны, и до 58-го года эти республики были парламентскими. То есть, там рулил реально премьер-министр. Ну, если кто не в курсе, Кьер-Лаваль – это не президент, это не глава государства, это премьер-министр. Вот. То есть, в парламентских республиках там рулит парламент. И фракция, которая получает большинство, обычно формирует правительство. Вот. И там постоянно была смена кабинетов, там по несколько правительств в год было. Третья и четвертая республика во Франции, это вот постоянно там конфликты внутри правительства, постоянно вот эти вот разборки внутри правительственные. То есть, там постоянно общественности менялись. Министерская чехарда, короче. То есть, глава государства у нас президент вот здесь, вот здесь в этом моде. Альберт Лебрян – президент, глава государства. А здесь тот, кто реально рулит, потому что вот, допустим, тут вот. Муссолини, он тоже не глава государства, он премьер-министр. Глава государства Виктор Эммануил Третий. То же самое Стэнли Болдуин, он тоже не глава государства. Глава государства у них... Почему-то здесь пустой слот. Кто там был? Георг Пят или какой-то в это время. Вот. В общем, какие национальные духи как раз действуют? Защита линии Мажино. Понятно. Скорость планиров... О, максимальное планирование плюс 30%. Вот как раз то, о чем я говорил. Разобщенное правительством. Это дает штрафы к стабильности и к поддержке войны. Французская политическая ситуация очень нестабильная. Потому что очень разнополярные силы во Франции, как видно. Вот эти фракции очень разнородные, имеют популярность. Победители в Великой войне, это понятно. Лондонское морское соглашение, это понятно. Ограничивает размер флота нашего. Вот. Так, международная политика у нас какая вообще в мире? По идее у нас... Так, Европа. У нас должны быть хорошие отношения с Чехословакией, Румынией и Югославией. Потому что Франция сделала эту Малую Антанту для поддержания вирсальского мира, вирсальской системы международных отношений. Малая Антанта, она включала в себя как раз Чехословакию, Румынию и Югославию. Ну, это после Первой мировой войны. Ну вот, да, у нас с Чехословакией хорошие отношения. Так, ну с Румынией почему-то у нас... А, из-за разной идеологии. И Югославии. Странно, на самом деле. Здесь почему-то это не отображено в игре. То, что эти страны входили в эту Малую Антанту. Ну, хотя она в это время, в 30-36 году, она уже, да, фактически она уже распалась. Были попытки ее там реанимировать в виде Балканской Антанты. Балканская Антанты, это тоже под руководством Франции. Это Турция, Румыния, Югославия, Греция. Такой союз, ну, о нерушимости границ послевоенных. После Первой мировой войны. Вот, ну почему-то здесь это не отображено, хотя по идее... А, вот, да, вот здесь. Да, вот они гарантии дают, что, типа, они вписываются. Гарантируют независимость друг друга. Да, система есть вот эта вот... Антант. Еще была вот Балтийская Антанта, вот эти Прибалтики, и Ближневосточная Антанта. Афганистан, Иран, Ирак, Турция. Ну ладно, хватит, короче, политики. Сейчас будем заниматься внутренними нашими делами. Так. Здесь мы исследуем... Так. Снаряжение есть, конечно, намного больше, чем в ванили. Так. Артиллерия, наверное, какую-то. Так, ну здесь все изучено. А, вот, да, полевую форму М-35. Так, здесь мы изучаем бронированные все эти бронированные транспорты. Короче, либо танки, либо вот эти броневики, танкетки и автомобили-связи, штабные автомобили. Это захваченные танки, их надо изучать, это командирский танк, он улучшает прорыв, это, как это по-русски называется, бронированная ремонтно-эвакуационная машина. То есть, если техника подбита, она может ее эвакуировать, вот этот вот бронетранспорт и отремонтировать ее в ТЛУ. Так, ну, мы, наверное, изучим. Так, штабной транспорт у нас Peugeot M36, в принципе. А что он там на инициативу влияет и на скорость? Ну, это не самое главное. Так, по танкам, что у Франции по танкам? Вообще, конечно, Франция в межвоенный период, да, она вообще не занималась вот этими вот всеми технологиями. Хотя, хотя в конце Первой мировой войны вот она была, ну, просто вот на пике военных технологий. Вот эти вот танки Renault FT-17 легендарные вот эти вот. Они там делали прорывы неплохие там танковыми группами, клиниями. Вот. А в межвоенный период она, во-первых, очень мало денег выделяла Франция на военные цели. А во-вторых, основные деньги шли на строительство линии Мажино, которое вот здесь у нас. О, кстати, неплохо. Двенадцатый уровень укреплений. Здесь из шести допустимых. За каждый уровень минус 15% атака штраф. 15 на 12 это сколько? Какой штраф там? Большой. Вот. Так, в общем. Какими мы будем пользоваться танками? Так, ну здесь у Франции пехотные танки, легкие танки, кавалерийские танки, средние танки, тяжелые танки, супертяжелые танки, сверхтяжелые танки. Кавалерийские, пехотные, это такая, это такая доктрина была у Франции и, по-моему, Англии. Пехотные пехотные, кавалерийские танки, вот именно так. Ну, у них там свои цели были, свои задачи были у этих танков. Но нас, естественно, интересуют здесь больше всего, конечно, тяжелые танки. Броня самое главное, чтобы фашисты не пробивали наши танки. Вот, то есть нам надо, у нас ставка будет на тяжелые танки. Шар Б-1БИС, не знаю, насколько они хорошие. Мне кажется, они не очень хорошие. Ну, за неимением другого, будем исследовать их. Так, ну, у нас еще штраф за опережение времени, это 37-го года технология. Вот, сейчас мы можем исследовать либо пехотные танки, Рено Р-35, либо легкий танк, Готчик из С-35, либо кавалерийский танк Самоа С-35. Вот, что мы выберем? Так, у этого броня 28, атака пехотная 6. У этого броня 20, атака 6. У этого броня 35, атака 7.5, пехотная, противопехотная. Нет, в принципе, распалять силы нет смысла, вот изучать все вот эти танки нет смысла. Приоритет какой? Надо тяжелые танки взять и средние, либо вот эти вот. Вот средний танк Рено Д-2 мы можем исследовать в 38-м году. Сравним. Сравним. Самоа, вот из этих трех лучше, вот этот вот Самоа С-35, по броне. И по атаке противопехотной. То есть, либо вот этот мы берем вторым, после шара Б1, либо вот этот, Рено Д-2. У Рено Д-2 броня 20, у этого 35. Тут наш выбор очевиден. Атака противотанковая и противопехотная у них одинаковая. Вот у этого выше немножко прорыв, но прорыв нам не нужен особо сейчас, нам нужна оборона. Пробития у них одинаковые, 21. То есть, какое решение по танкам у нас будут вот эти танки и вот эти. И в будущем мы перейдем... Так, вот вообще английские танки, это по-американски. Это тоже какие-то стюарты, это по-американски танки. Вот эти вот, АРЛ-44 неплохие, но это аж в 45-м году можно будет исследовать. То есть, вот, мы берем вот эти вот танки. Будут нашими основными машинами. Так, дальше. Авиация. Что у Франции вообще с авиацией? О-о-о, в сороковые годы дыра. Мне кажется, в ваниле такого нету. Да, это, конечно, печально. Просто в ваниле, насколько я помню, там, ну, вот это стандартное дерево. 36-й, 40-й, 44-й, там, в 44-м году там есть и штурмовики, и истребители, и стратегические бомбардировщики, и тактические бомбардировщики. А здесь пусто. То есть, авиации в Франции, можно сказать, нету. Штурмовиков нету, как и в Италии. Я не вижу штурмовиков вообще. Понятно, короче, с авиацией все очень плохо. Так, ну вот, 45-го года, тяжелый многоцелевой истребитель, арсенал ВБ-10. Наземная атака всего 10. Я помню, когда я за Италию играл, в прошлый раз в этом моде, у нее там истребитель, ну, тоже такой тяжелый многоцелевой истребитель, в это же время, примерно в 45-м году. Капрони Корсара, по-моему, называется. У него наземная атака около 40-ка была. Ну, базовая, там, 30 с чем-то, но с выкачанным экипажем. Если экипаж ветерана, там плюс к атаке идет. Еще если КБ-шку поставить, там, на авиацию, с бонусами к атаке, там, у меня, у меня были вот эти истребители, Капрони, Капрони К-380, по-моему, Корсару. У них была наземная атака 42, что-то около этого. А здесь всего 10. То есть, ну, на самом деле, очень тяжело Франции придется с авиацией. Надежда только на наших союзников, на Англию и на США. Ну, в принципе, это, наверное, исторично, что у Франции такая слабая авиация. Так что, что мы можем исследовать в первую очередь? Так, это у нас истребители. Есть смысл вот эту ветку исследовать или нет? Маневренность 40, 70, атака 20. А у этого 40, 14, 70, 20. Так, ну-ка, сравним. Бло... 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 Блош МБ-157 и... Моран Сульнье... Моран Сульнье... МС-410. Защита 24, а здесь защита 30. Так... Маневренность 70. Здесь тоже 70. Ну, в принципе, это не намного хуже. Учитывая то, что он на два года... На два года раньше, старше. Так, здесь... Вот этот круче истребитель. Моран Сульнье МС-450. То есть, вот эту ветку нам... По идее, смысла нет исследовать. Ну, да, но здесь вот два года мы, получается, будем без истребителей. До 1939 года. То есть, по идее, можно пока истребители не производить. В самом начале 1939 года исследовать вот этот истребитель, и потом вот этот. Потому что они не связаны. А вот эти вот, если исследовать, то их надо уже по цепочке, соответственно, исследовать. Ладно, попробуем такую стратегию по истребителям. Исследуем в самом начале 1939 года вот этот. Дилоидиен D520, потом вот этот. Хотя нам нужны... Ладно, либо вот этот, либо вот этот. В 1939 исследуем. А, вот у этого защита больше. Вот у этого. Но больше будет промежуток до следующей... до следующей модификации. До следующей модели. Ладно. Пока что исследуем что-нибудь другое. Так, тяжелые истребители. Тяжелые истребители. Вообще смешная наземная атака у них. То есть, они для наземной атаки не годятся. Французские тяжелые истребители. Легкие бомберы. Да, очень маленькая наземная атака у них. Средние тактические бомберы. Шесть всего. Это очень мало. У Италии на старте, я помню, был этот Спарвиейро. Легкие бомберы. У него там что-то около 14, по-моему, наземная атака была в 1936 году. А здесь... Здесь в 1938 наземная атака. Это вообще стратегически. Вот. Шесть. Ооо, здесь вот шесть. В 1939 легкий бомбер. Шесть атака всего. Наземная. В общем, с авиацией у Франции все очень плохо. Так. Тяжелые стратегические бомбардировщики. В принципе, можно будет попробовать побомбить Германию с помощью бомбардировщиков стратегических. Вот тут 36, стратегическая атака. Вроде неплохая. Тут 41. Неплохо. Вот это мы возьмем на заметку. Тридцать седьмой. Вот этот и звучит, потом вот этот. Дальше, морские бомберы. Лиор Д. Лиор Эт Оливье. Лиор 257. Так. здесь у нас ячейка есть свободный нам в принципе надо что-то исследовать потому что ячейку оставлять пустой мы не будем вот если бы вот эти были связаны стратегические бомберы то можно было сейчас исследовать но его нет смысла следу потому что можно без него обойтись и сразу этот исследовать потом 37 вот в принципе этот вот морской бомбер лео 257 он по многим параметрам он даже лучше чем вот этот который следующий по времени вот такой r298 по дальности он лучше морская атака 12 одинаковая морская так скорость немножко хуже у него принципе можно вот это сейчас исследовать морской бомбер так дальше у нас это хотя авианосные авианосные штурмовики и авианосные бомбардировщики не авианосные но смысле размещаются которые на авианосце палуб палубные вспомнил слова палубные бомбер бомбардировщики палубные штурмовики кстати палубных истребителей я не вижу короче да с авиацией у франции все очень грустно так в результате что мы будем исследовать вот эти два общие бессмысленные самолеты для наземной поддержки нам только вот этот может пригодиться бриге бре 691 38 году его можно будет исследовать у него более-менее 8 атака наземная хотя бы а у этого следующего 4 о вот первый нормальный самолет в сороковом году он только будет доступен легкий бомбардировщик потес по 63 11 наземная атака 23 более-менее нормальный самолет он с этим не связан то есть его можно будет отдельно исследовать вот у нас будет основная наша поддержка с воздуха так авианос у нас есть до 1 авианосец есть то есть можно принципе исследовать этот вот палубный бомбардировщик ладно исследуем так и здесь у нас исследуем флот флот конечно не объятное пространство для исследований но я помню когда из за италию играл до шестьдесятого года я до шестьдесятого года даже не помню только еле еле успел изучить все эти технологии то есть тут тут надо очень аккуратно подходить к изучению выбирать именно то что тебе нужно в первую очередь потому что все все равно не изучишь так у нас флот у нас флот один авианосец 5 линкоров 7 тяжелых крейсеров 7 легких крейсеров 52 эсминца и около 50 подводных лодок то есть мы возьмем ну что мы возьмем приоритет так сваренное орудие батареи 90 115 миллиметров магнитные детонаторы торпедный аппарат тяжелый тут реально глаза разбегаются так корпуса вот кстати авианос она могут пригодиться потому что если мы германию победим то против японии нам авианосцы пригодятся ладно изучим улучшенный корпус авианосца так тут все вроде изучено 3 до 3 шестого года такие вот исследования так дальше а кстати по поводу авиации вспомнил еще одно важное изменение которое они добавили в новом в этом обновлении то есть раньше допустим вот если если играешь за италию у нее тоже вот это вот дерево этих авиаций оно тоже индивидуальное не стандартное вот как ванили да стандартное дерево авиационно там 36 года самолет образца 40 44 а здесь ну видели какое здесь дерево то есть оно такое ну чисто такое как оно в реальности было там у италии там еще около 50 самолетов там ну все довольно так хаотично у германии тоже около 50 самолетов у сша тоже естественно вот то есть если допустим ты раньше играешь за италию стартуешь у тебя дерево вот это вот уникальное дерево самолетов а у остальных стран которые против тебя у них дерево становится стандартным вот этим 36 года 40 года 44 года образец и все а сейчас они сделали именно так чтобы ну эти деревья вот эти вот индивидуальные деревья самолетов они сохранялись то есть они у каждой страны уникальные у мажоров это вот тоже одно изменение такое крупное которое я вспомнил в новой версии вот так свободные фабрики сейчас в первую очередь естественно строим 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 так инфраструктура аэродромы флаг турм флаг турм это чисто немецкие эти зенитные башни такие многофункциональные башни они располагались возле крупных городов берлин гамбург вена там было тяжелые зенитные орудия стояли во первых во вторых они там было оборудование которое высчитывало ну скорость ну скорость траекторию полета бомбардировщиков вражеских вот и там еще были бомбоубежище это чисто немецкая фишка радары пока нам недоступно исследовательские центры научные это они тоже их нельзя строить их можно только получить вот допустим когда я за италию играл там по фокусу можно было открытие там был фокус открытие университета в триесте и в триесте появлялся этот вот исследовательский центр и появлялась еще одна ячейка исследования соответственно вот склады снабжения их можно по одной штуке построить в каждом регионе они улучшают увеличивают вместимость припасов в регионе а в этом моде снабжение очень важная вещь потому что он здесь играет более важную роль чем в ванили когда я за италию играл когда я играл за италию то постоянно надо было эту карту проверять эту карту снабжения потому что снабжение здесь постоянно были проблемы хотя сейчас они ширину фронта уменьшили получается размер дивизии уменьшился да то что сейчас не тридцатки а двадцать пятки стал остался шаблон может быть из-за этого сейчас поменьше будет проблем со снабжением да но в ванили там ширина фронта если вот из одной направлении в другую наступаешь там 80 и плюс 40 если за каждый удар с каждого направления то есть если вот в эту провку наступаешь с одного направления ширина фронта 80 если с двух направлений ширина 120 если с трех направлений то уже будет 160 соответственно то есть в ванили самый актуальный шаблон это двадцатка или сороковка чтобы они влезали в ширину фронта боя вот в этом фронте двадцать пятка в этом моде получается двадцать пятка сейчас ширина фронта актуальна вот что там говорил то я забыл уже насчет чего я там говорил а по снабжению да то что проблем со снабжением в этом моде большие то есть инфраструктура ну в принципе вот здесь вот здесь проблем с инфраструктурой нету то есть здесь снабжение нормальное проблемы вот здесь вот обычно в Африке там в этих всех регионах отдаленных в России естественно проблемы огромные со снабжением вот так ну сейчас будем строить фабрики военные заводы верфи это все как в ваниле хранилище топлива заводы по производству синтетической резины вот эти вот кстати таких вот заводов нету стали литейных заводов нету в ваниле то есть вот можно построить заводы если у тебя не хватает алюминия и стали и у тебя будет плюс шесть стали плюс три алюминия за каждый завод ракетные стартовые площадки это есть в ваниле ядерный реактор есть вот центр призыва ну короче военкомат вот этого нету кстати в ваниле можно тоже по одному поставить построить в каждой провинции соответственно будет прирост призывников за каждый центр плюс сто еженедельно плюс сто человек вот сейчас у нас рост какой в месяц призывников плюс тысяча растет количество призывников вот вот это эти вот склады сырья вот это вот тоже фишка особенность этого мода это вот эти вот фактории как называть как сказать по-русски короче специализированные специализированные мастерские и их можно строить тоже в провинциях вот бронированной техники в фактории бронированной техники они снижают стоимость производства танков танкеток ну САУ всяких там вот этих вот вот ЗСУ то есть один военный завод сможет производить больше танков если вот этих вот будет достаточно вот это понятно это колесная техника снижает стоимость производства эти фактории снижают стоимость производства артиллерии эти фактории снижают стоимость производства ручного оружия лёгкого снаряжения пехотного снаряжения рот поддержки штабного снаряжения разведленного снаряжения карнизонного снаряжения вот вот эти вот фактории снижают уровень истощения униформа то есть они улучшают качество формы полевой то есть уменьшают истощение дивизий от допустим от нехватки припасов от зимнего истощения допустим от жары вот тоже важная фишка на самом деле дальше это понятно это снижает стоимость лёгких самолётов лёгкие это истребители там всякие эти снижают стоимость факторий тяжёлых самолётов то есть стратегических бомберов вот они тоже добавили кстати недавно фактории реактивных самолётов снижают стоимость производства реактивных истребителей реактивных бомбардировщиков эти фактории снижают стоимость производства военных кораблей надводных и конвоев эти снижать стоимость производства субмарин вот так построим сейчас фабрики где-нибудь где есть хорошая инфраструктура более-менее подальше от рейха естественно в бред они 35 принципе нормально так вот тоже над ночь поводят а потом пока что будем строить фабрики мало ли вдруг рейх захочет нас бомбить поэтому мы здесь подальше построим подальше потенциальных врагов вот дальше фокус дерево фокусов здесь тоже ваниль я честно говоря за францию не играл то есть я не знаю но я более чем уверен что из дерева фокусов здесь больше чем ваниль потому что ну в этом моде здесь у всех мажоров дерево фокусов расширено по сравнению с ванилой хотя опять же вот это обновление которое будет ванил я имею ввиду основное обновление для резистанс называется которая будет в начале следующего года где-то в марте следующего года будет вот там одно из основных изменений это будет переработанное дерево фокусов франции испании и португалии то есть ваниль и скоро тоже франция будет хорошее дерево фокусов не хуже чем вот это в общем мы выбираем что мы выбираем в первую очередь естественно мы выбираем то что связано с промышленностью модернизацию нашей промышленности наших станков французский индустриальный парк устаревший и неэффективные мы должны модернизировать наши инструменты и приобрести современные машины дает нам два бонуса скорости исследования в промышленности кстати на самом деле это вот проблема вот это модернизации производства она очень актуальна для технической модернизации производства на очень актуальна для франции в это время потому что во франции время очень устаревшие было оборудование там станки были на 25 лет не до давности то есть это в германии там пятилетний то есть не более новые были до станки в англии тоже более новые почему это происходило потому что франция на страна богатая но на самом деле допустим перед первой мировой войны вот эти все крупные капиталисты французские то есть там несколько крупных банков было они за занимались основном то есть есть капитал круто все богатства французские но не все но большинство было сосредоточено в руках крупной буржуазии вот этих вот крупных финансовых центров промышленников и предпринимателей и вот эти вот крупные крупная французская олигархия так сказать она занималась финансированием она не занималась начни финансированием развитием промышленности французской она занималась тем что давала просто деньги в долг иностранным правительством до первой мировой войны она давала деньги в долг османской империи австро-венгерской империи российской империи и кстати потом после первой мировой войны когда вот эти империи распались я не помню точно но я точно помню что у них были большие проблемы с возвращением вот этих вот долгов то есть эти деньги получается даже скорее всего пропали многие из этих долгов вот и то же самое после первой мировой войны тоже франция давала деньги основном долг вот эти вот не сама франция вот эти вот капиталисты они давали деньги в долг странам которые были лояльны франции то есть вот больше румыния югославия там такие страны то есть они занимались ростовщичеством вот и на эти деньги французские капиталисты которые получили на эти проценты они просто жили шикарно там строились там всякие дворцы там содержали кучу прислуги вот развитием промышленности не занимались поэтому французская промышленность реально было в это время устаревшие поэтому мы направим наши государственные усилия на модернизацию промышленности вот дальше что он производится без шаблона средняя артиллерия все еще начинаем разбираться с так у нас нехватка резины резина мы закупим наших союзников потенциальных вольфрам вольфрам тоже так вольфрам вольфрам мы закупим китая дадим ему одну фабрику чтобы усилить его хотят немножко в борьбе с японской агрессии так дальше авиация чем суши по авиации 400 штурмовиков 400 истребителей 170 морских бомберов 240 тактических бомберов даже стратегические бомберы есть 11 штук где они шампани вот они форман форман ff 221 стратегическая бомбардировка 4 всего но это мало так сейчас будем фасовать нашу авиацию наводить порядок так сказать тактические бомберы они тут еще разные тут у нас амми амми или амми и помьет 143 наземная атака 6 а здесь у нас бложь мбб 200 наземная атака 5 тут истребитель морские бомберы торпеда это у нас палубные морской истребитель морской бомбардировщик патрульный тут конечно полный хаос сейчас все мы расфасуем торпедный бомбардировщик левую ось е пл7 господи название конечно так это у нас палубные значок что он авианосцы позируется а 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 Так, авианосец у нас базируется в Бресте. Сюда перегоним всю авиацию поломную сейчас. Морские бомберы тоже сюда. Морские бомберы тоже сюда. Нет. Две эскадрильи штурмовиков. Тактические бомберы. Штурмовики. Наземная атака 5. Бриге БР-271. А здесь 9. О, кстати, вот эти вот неплохие штурмовики. Лес Мюррекс. АНФ-115. Так, тут у нас стратегические бомберы. Тут у нас тоже штурмовики. Так, это у нас файтеры, истребители. Ладно, отправим пока вот эти, наверное, в резерв. На склад, короче. Так, о, у нас еще тут авиация. Так, ну, соточка здесь. Тактические бомберы. На склад. Штурмовики. Соточка. ПТС-25-7. Наземная атака. Где у нас еще самолеты есть? Это у нас разбросанный по всему миру, наверное. А, нет, здесь нету. Здесь только... Здесь только два легких крейсера стоит. А, это тяжелый и легкий крейсер. Так, все, авиацию вроде всю разфасовали. И можно сразу отправить их на учение. Чтоб они обучались, повышали свой уровень. Фармили опыт. Так, дальше. Теперь дивизии. Так. Устаревшее мы производим оборудование. Устаревшее среднее артиллерию мы производим. Так, где у нас более новая артиллерия? Средняя. Это у нас легкая артиллерия. А, вот она. 155 миллиметров. Так, что еще там устаревшая у нас? Тяжелая артиллерия устаревшая. Так. Пулеметы и минометы у нас на складе куча пылится. Снаряжение кавалерийское тоже на складе пылится. Так, ну пока что авиации у нас хватает. Смысла нам производить устаревшую нет смысла. Истребители. Истребители. Блерьё. Блерьё. Спад. Чего у них по характеристикам? Манёвренность 60, защита 17, атака 12. А здесь... Не, устаревшую мы не будем производить. Пока что только армию будем вооружать, оснащать. Гарнизонное снаряжение тоже у нас на складе много. Так, вот модернизация винтовок наших основных. Заводов все равно нет. Так, ну вот танки тоже. Устаревшие танки. FT-17 производится. Renault FT-17, самый старый. Времён Первой мировой войны. АМР-35. Тоже хрень. Так, у нас большой дефицит грузовиков. Так. Это для моторизованной пехоты это... Траки, транспорт... Ну, как тягачи, короче. Которые возят артиллерию. Так, ну, разведывательное снаряжение скоро пополнится. Четыре в день производится. Недостаток 300. Тут тоже всё мы скоро восполним. Недостаток... Ну, в принципе, пока что будем грузовики, наверное, вот эти вот пехотные производить. Чё ещё устаревшие у нас... А, это, кстати, корабли. Так... Удаляем. Так, ну, они почти готовы. Так что мы их удалять не будем, потому что их можно будет быстро достроить. Вот эти вот подводные лодки. Когда до них дойдёт очередь в строительство. Так, у нас заложена ещё куча крейсеров. Лёгких, тяжёлых. Так. Вообще, конечно, нам пригодился бы ещё авианосец один, хотя бы. Потому что от одного авианосца толку мало, который у нас сейчас. Но у нас сейчас и верфи заняты строительством. И мы не можем снимать верфи, потому что они уже почти достроили многие корабли. Пусть пока так строится. Так, ещё у нас нехватка. Ещё. Резина. Ещё вольфрам. Так. Или это... Избыток. Так. Ну, всё, теперь формируем армии. В общем, как тут у нас с армией поступить? Крепление у нас, линия Мажино, вот здесь. Стратегия какая? Вот здесь у нас будет стоять армия гарнизонная. 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 С тяжёлой артиллерией и с этими, с вот этими вот. С артиллерией вот этой вот береговой батареей, батареей береговой артиллерии. Она тоже очень мощная. По защите она даже больше, чем тяжёлая артиллерия. И противоехотная атака тоже выше вот этой артиллерии. Как раз вот такие вот большие вот эти пушки, они стояли на линии Мажино. На линии Зигфрида они тоже, по-моему, были. И на Атлантическом Вале они тоже стояли. Ну, когда Германия захватила Западную Европу. Здесь построила укрепление. В общем, здесь будет у нас гарнизонная армия. Здесь у нас будет армия пехоты. Вот здесь у нас будет в резерве, ну, типа пожарная, короче, армия танковая. Здесь у нас будет гарнизонная, горнострелковая армия. И две армии у нас будет, одна в Сирии, армия милиции, колониальная милиция. Одна будет в Тунисе. Вот. На самом деле милицию недооценивают, потому что она это. У неё хорошие бонусы. У неё есть хорошие бонусы к защите на всякой местности. Типа холмов, гор. Леса, города. И стоит она дешевле, чем пехотная дивизия. Дивизия вот этой колониальной милиции. Вот. То есть одна будет армия у нас в Тунисе, одна в Сирии. Вот. И ещё одну танковую армию мы постараемся создать тоже в Тунисе. Попробуем выберите итальянцев из Африки. А, стоп. И нам нужны будут ещё дивизии вот здесь вот, чтобы в первую очередь отсюда выгнать итальянцев из Восточной Африки. Так, в общем, формируем армию. Первая армия у нас будет... Первая армия у нас будет... Так. 28 пехотных дивизий. Ширину фронта можно потом довести будет до 25. Восемь дивизий моторизованных. 24 ширина фронта, в принципе, неплохая. Шесть дивизий кавалерии. Так, ну от кавалерии здесь одно название. На самом деле это полумоторизованные дивизии. Так, защита 16, а у полумоторизованных 14. Потребление припасов... Потребление топлива 0,62. А моторизованное потребление топлива 1,4. Ну, всё логично. Так. Так. Что у нас ещё есть? О, даже одна механизированная дивизия есть. Я даю вам! Механизированная... Так. А, ну это только по названию она механизированная. Потому что здесь моторизованная дивизия. Механизированная это значит БТРы. А здесь только грузовики есть моторизованные. И танки. Так, и скорость у неё всего 4 км в час, потому что у неё... Вот артиллерия у неё моторизованная, а противотанковое орудие у неё не моторизованные. Из-за этого она очень сильно тормозит. То есть здесь тоже должен быть моторизованный... Моторизованный батальон. Ладно, это потом разберёмся с этим. Так. Колониальные бригады пока что оставим. Шаблон. Шаблон тяжёлых танков тоже мы, конечно же, оставим. Потому что мы будем... В будущем нам где-то, ну, дивизии... 5-6 нужно сделать тяжёлых танков. Вот. Так, сейчас мы разберёмся. 53-я дивизия кираси... Кирасиров. Кирасиры это вообще называлось так... Конница тяжёлая во время Наполеона, там и раньше. Ну, во время наполеоновских войн. Кирасиры, типа... Это тяжёлая кавалерия с саблями. Которые носили кирасу. Кираса это, типа, бронежилет, только он... Ну, такая металлическая штука. Она прикрывала туловище. То есть только туловище, руки и... Ноги она не прикрывала. Ну, понятно, короче. Это 53-я дивизия бронетанковая. Так. Здесь у нас устаревшие Рено ФТ. Которые нам нафиг не нужны. Против панзеров третьих, как бы, ну... На Рено ФТ это смешно воевать. Танкетки тоже особо не нужны. Но они как разведка здесь используются. Танкетная вот рота. Она для прорыва нужна. Для разведки. Штабная рота, рота танкеток и рота... Разведки. Мотоциклетная. А, да, кстати, здесь был раньше баг такой, когда я играл за Италию. Вообще, в этом... В этом моде... Вот, ну... Как видно, здесь рот поддержки здесь намного больше, чем в Ваниле. И здесь разведка... Здесь даже четырех видов. Вот если в Ваниле там всего один вид разведки, то есть обычная разведка пешая, то здесь разведка... Во-первых, обычная... Сейчас, где она? Вот, обычная разведка. Рота разведки. Ну, тут написано батальон, на самом деле это рота, по идее. 150 человек. Вот. То есть обычная пешая разведка. Потом разведка кавалерийская. Разведка броневики разведки. Бронеавтомобильная разведка. И разведка мото... Где она? Вот, мотоциклетная разведка. Рота мотоциклетная. Мотоциклетная разведочная рота. Разведывательная рота, правильно. Вот. И раньше в этом моде обычная пешая разведка тоже потребляла горючее. То есть вот, вот эта вот мотоциклетная, она вот 0,26 горючего потребляет. Обычная разведка. Ага. Нет. Все, они убрали этот бак. Теперь она не потребляет горючее, обычная пешая разведка. Ну, это логично. Только припасы она потребляет. Немножко. Ну, а так вообще, самое логичное, это вот, ну, обычную пешую разведку. Это в обычные пехотные дивизии отправлять. А, кавалерийскую разведку, соответственно, в кавалерийские и моторизованные части можно. Броневики можно в, в какие там дивизии. Ну, моторизованные тоже. А, а вот эти, мотоциклетную разведку, вот эту вот, это в танковой и механизированной дивизии. Ну, как бы, ну, это чисто логически, ну, кому как нравится на самом деле. Потому что характеристики у всех рот этих разные. Кто-то может что-то свое придумать. Вот. Так, в общем, по шаблонам. Тут у нас пехота, дивизион артиллерии, три дивизиона артиллерии легкой, и один дивизион противотанковых орудий. В основном шаблоне пехотном. Штабная рота, рота поддержки тяжелой артиллерии, мотоциклетная рота разведки, рота ремонтная, рота снабжения, и рота, ну, и госпиталь полевой. В принципе, тут все нормально. Дальше. Дивизии горнострелковые. Четыре дивизии. Здесь у нас 27 ширина фронта, то есть они превышают ширину фронта, которая рекомендована, 25, поэтому мы здесь уберем так, ну, здесь две роты, две дивизиона горных, горных пехотных орудий, это мы оставляем, естественно. Они нам нужны для атаки противопехотной. и они дают бонусы к атаке в горах. Вот, мы уберем, о, 25. Один полк или батальон, или что это, один полк горнострелков. А, у нас не хватает опыта. Пока что мы не сможем менять, а потом поменяем шаблон. В общем, сейчас пока что распределим дивизии между армией. Первая армия у нас будет, вот эта, которая будет пожарная, моторизованная, танковая. Позал. Так, вот с двумя такими крышками внизу это моторизованные дивизии, а вот это кавалерийские, то есть полумоторизованные дивизии. Так, здесь мы, наверное, ставим вот эту механизированную дивизию. А, нет, механизированную мы, наверное, отправим воевать в эту, в Африку. Возорд. Так. Аттенцию. И полумоторизованные тоже дивизии отправим в Африку. Возорд. Здесь мы пока ставим во Франции четыре матризованные возорд. И одну бронетанковую дивизию. Аттенцию. Это у нас будет первая армия. Так, первая армия будет командовать у нас будет командовать Шарлетт Деголь. У него защита хорошая, атака хорошая. Эксперт он по танкам как раз. Шарлетт Деголь будет пожарной армией, так сказать, командовать. Которая, если что, тут придет на помощь, если где-то будет критическая ситуация. А где он? Потерял уж аут. Вот. Так, тут еще можно добавить еще одну дивизию танковую ему добавим. Две танковые получается и четыре моторизованные у него пока что будет. Вторая армия у нас будет пехотной. Эта армия будет у нас стоять на границе с Бенилюксом. Это будет армия обычной пехоты, потому что у обычной пехоты защита выше, чем у моторизованной. Тут батальон обычной пехоты защиты 15 моторизован. А, нет, в этом моде у моторизованной больше защита. Хотя обычно у обычной пехоты выше защита считается. Так, ну хорошо. Так, организация здесь 19, здесь 21. Так, ладно. У нас очень много моторизованных дивизий на самом деле. В принципе, побережье можно особо не охранять. Здесь противник не должен прорваться, по идее. Не думаю, что Германия сможет высадку сделать где-нибудь здесь довольно дерзко будет. При условии превосходства английского флота на море. в общем, ладно, пока что мы сделаем вторую армию вот так. То есть будет обычная пехота. И моторизованная. слушай. 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 гады волос 12 дивизий пока что хватит здесь так 2 армия вас будет командовать так кто у нас будет командовать второй армии вот принципе хороший генерал жан-мари дала торт это семьи один из лучших наверное генералов он себя неплохо проявил в этой в индо китайской войне в 50-е годы у которых же после второй мировой войны было с вьетнамцами он там воевал к сожалению для франции он умер от рака он будет держать нас границу если рейх прорвется через бенилюкс гады волос дальше третья армия третья армия у нас будет ну наверно это армия будет которая будет охранить на жену тегуты то есть вот эти гарнизоны пехота я лего взял цвет Так, линию Мажино у нас будет оборонять кто-нибудь. У кого естественно оборона высокая. Такого молодому челу мы не будем, тем более у него третий уровень скилла, надо кого-нибудь высокоскильного оставить все-таки ответственный участок четвертого лвла надо кого-то из этих вот троих. Так, кого назначить на оборону линии Мажино? Вот у этого в принципе есть вот доктрина оборонительная, но у него третий уровень скилла, а не четвертый. Сильвестр, Аудье. Ладно, пусть обороняет Мари Пьер Кёниг, четвертый левел, четвертый уровень оборона, линию Мажино, самый ответственный участок. Дальше четвертая армия у нас будет горнострелковая, которая будет оборонять границу с Италией. Ну тут и пехота естественно будет. Завидевая армия у нас будет горнострелковая, границу с талией антонии бит 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 хуа извиняюсь за мой французский как раз он от масть команда как раз он кран стрелками нормально должен командовать самый скиллов по идее из команда этот уже третьего уровня этот тоже третьего так у этого 3 3 4 3 но у них одинаковые характеристики пусть это жак массу командует у нас обороной альп котором потом мы вкачаем еще эксперт камуфляжа вот это все команда командир горно-стрелковых и гудей дальше так 5 армия 5 армия у нас на работу колониальная тэнкс позор тут 5 батальонов милиции 1 батальон пехоты штабная рота и рота кавалерийской разведки так тэнкс тэнкс пятоя армия позор немножко полу-матривозованных дивизий добавим пари 11 дивизий нет ладно 10 пока что номер все тэнкь кое расписывается полу-матривозованная 2 Так, кафе фон. Ну, в принципе, вот этот Антонье Битхо, Битхуа, Битхуа. Будут нас защищать Северную Францию. Так, дальше, 6-я армия у нас тоже будет танковая, 2-я танковая армия. И здесь мы закинем в Северную Африку. Так, где у нас еще танковые дивизии? Вот эту механизированную. Танковую. Пересел. Пересел. Темно-тенсе. Танковую. Темно-тенсе. Пересел. Танковую. Танковую армию мы переведем в Тунис. Так же. Продолжение следует... 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 Пусть пристали Модело Похвало Модели Продолжение следует... 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 Восемьая армия у нас будет вот эти все дивизии, вот эти вот колониальные соберем, вот здесь вот, а, ну пока что в Джибути отправим их, чтобы потом разместить против Италии. Так, кто там еще остался? Так, экваториальная дивизия колониальной пехоты. Еще одна пехотная дивизия даже есть, даже две дивизии пехотные, ну естественно из Индокитая мы пока что дивизии заберем, потому что Индокитая мы пока что не, если Япония начнет нас прессовать, Индокитая мы не удержим естественно, нам сейчас не до Индокитая будет, нам сейчас главное это Германия, после Германии уже можно Японии заниматься. То есть если Таиланд начнет наезжать на нас и Японию, то мы им Индокитая отдадим. Хотя тут конечно очень богатый регион ресурсами, тут вот и Вольфрам есть, и резина, но что поделать? Пока что нам не до этого, поэтому мы пехотные дивизии отдадим вот этим там товарищам, наверное, сейчас решим. Возвращаем их. Возвращаем их. Так, и вот эту. А, ну в принципе можно пехоту оставить тоже. Да, сюда. Все, все дивизии закончились. Возвращаем их. Так, восьмая армия. Восьмая армия будет командовать... ...самый наш... ...скилловый генерал. Хотя они в принципе одинаковые с Леклерком. Генерал Альфонс Жуэн. А, да, значит надо Леклерком. Позвал. Так, генерал Филипп Леклерк. А... Вообще, по-моему, у него портрет не такой должен быть. Даже в ваниле, и вот я недавно играл в Энзик мод, там у Леклерка, ну, реально есть. По-моему, это не он. По-моему, стандартные фотки. Да, ну похоже в этом моде разработчики только у Германии сделали хороших генералов, проработали. Ну, с индивидуальными портретами. Ну ладно, генерал Филипп Леклерк. Шестая танковая армия. Танки Леклерка вообще первые вошли в Париж. Ну, когда освобождали. Когда там в сентябре или в августе. По-моему, еще в августе 44-го успели освободить. Ну, там, правда, вспыхнуло восстание этих сопротивления. То есть, Париж уже фактически был освобожден, но танки Леклерка первые вошли. И как только французские войска вошли в Париж, сразу же отремонтировали лифт Эйфелевой башни. И Эйфелева башня заработала. Потому что во время оккупации фашистам приходилось пешком подниматься. Наверх Эйфелевой башню. Блин, у нас, получается, два одинаковых лица. Да, ну пипец, конечно. Хотя бы из ванилы бы взяли. Портрет Леклерка. Ладно, поменяем туда вот этого. Чтоб у нас не было одинаковых портретов. Кто тут у нас еще хороший генерал? Ну, вообще, портреты почти все одинаковые. Ну, вот этот вот. Доктрина оборонительная. А, кстати, хотелось сказать насчет истории Франции. Если кому-то интересна история Франции, кто-то хочет знать больше, чем в Википедии написано, но не хочет сильно напрягаться, допустим, загружать, ну, научной литературой слишком много там, ну, всю историю Франции, то я рекомендую книжку. Хорошая книга есть. Федорова и Париж, как там полностью она называется, Париж. Века и люди. Вот, она как бы такая, в таком живым языком описывает историю Франции. Таким, ближе к художественному, а не к такому сухому научному. Но все по фактам четко, как бы. Но при этом история Франции там описана именно изнутри. Вот в Википедии ты прочитал, как бы, историю Франции, она как бы, ну, снаружи просто прочитала поверхностно. А там именно история Франции изнутри всей Франции. Хотя название про Париж, но там история Франции именно. Там с древних времен, там с Римской империи до окончания Второй мировой войны, по-моему. Вот. Так, что еще сегодня? Сейчас еще раскидаем. Наверное. В принципе, можно уже стартовать. Сразу поставим на тренировки наши авиацию пока что. Пусть они обучаются. А потом пехота уже. Все, вроде бы. Италия уже положила руку на Албанию. Гарантирует ее независимость. Гарантирует ее независимость. Так. Не производится оборудование. Самолеты. Ладно. Распустим. Одну эскадрилью тактических бомберов. Затк. Это Римской белокм développement. С었습니다. Например, в�cka будет слезать. Эталия может Te وأточheim девочке. Добавла со мной и ё・вphasна пос eş pobre. У каждого. Т fullestа хватит семена, с unjustestic считаем шёлts мирования. Так, не хватает у нас истребителей, фактических бомберов. Проект в резерв. Начинаем фармить воздушный опыт. Так, что у нас тут по морскому соглашению. Да нет, что мы будем разрывать. Мы верны. Этому соглашению нам торопиться некуда. Мы и так укладываемся. Нам сейчас важно накопить политвласть, чтобы в правительство отрегулировать, чтобы у нас стабильность росла и поддержка войны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, типа, средневековое государство, в котором рабство есть. Типа, людей там притесняет Эфиопская империя. Типа, там пытки всякие. То есть, они, типа, хотели принести цивилизацию туда. Но при этом они войска эфиопские травили там хлором. Ну, и вообще с такими жестокими... С жестокими средствами воевали. Из-за этого потом Лига наций исключила Италию из состава Лиги наций. Сначала ввела я против нее санкции. На самом деле санкции были такие, очень половинчатые. Потому что экономические санкции, они были, прежде всего, направлены на запрет торговли с Италией. То есть, поставку оружия нельзя было поставлять в Италию. Там, какого-то снаряжения, там, продовольствия. Но при этом эти санкции не коснулись поставок в Италию нефти. То есть, Муссоли не мог как-то прожить без поставок продовольствия и оружия, потому что оружие у них своего хватало. А вот без поставок нефти Италия бы не продержалась бы долго. Но на поставку нефти Лига наций не наложила санкции. И Лига наций могла в лице Великобритании спокойно ввести санкцию, перекрыть советский канал и все. И Италия не смогла бы отправлять в Эфиопию подкрепление и снабжение все проводить. Но она этого не сделала. Почему? Потому что Лига наций это, прежде всего, Франция и Великобритания. А эти две страны, там, ну, я же говорю, что самый Пьер Лаваль, он был таким довольно сторонником сближения вообще с Италией, с Муссолини против Гитлера. Вот, то есть, они такие меры проводили. Ну, Лаваль, допустим, в 1935 году он подписал соглашение о передаче Италии вот тут где-то вот в этом проливе острова и часть территории он передал. И во время, вот, уже в 1936 году Лаваль, ну, министр странных дел был, премьер-министр, он еще разрешил итальянским войскам пользоваться железной дорогой из Адис-Абебы в Джибути для своих целей. Ну, с обещанием того, что, типа, когда Италия завоюет Эфиопию, то, ну, Франция сохранит здесь привилегии торговые в этом районе по вывозу ресурсов из Эфиопии в порт Джибути. Вот, ну, тут кофе, наверное, что там еще, что там, мы ввозили какие-то ресурсы, резину, там еще что-то, каучук. Вот, то есть, вообще, какая предыстория этого конфликта? Ну, когда нацисты пришли к власти в Германии в 1933 году, Франция в 1933-1934 году пыталась создать систему коллективной безопасности. Вот, министр иностранных дел Луи Барту, он пытался, вот, на основе вот этой малой антанты, про которую я говорил, вот, Чехословакия, Югославия и Румыния, сблизить их с Советским Союзом, чтобы они сделали совместный пакт оборонительный против нацистской Германии. Вот, и Луи Барту, он встречался с королем Югославии в Марселе в 1934 году, ну, это известная история, вот, чтобы пытаться уговорить короля Югославии сблизиться с Москвой, с Советским Союзом. Вот, и в это время их убил хорватский, по-моему, или македонский, или хорватский националист, ну, потому что в Югославии там же очень сильно было это сепаратистское движение, вот это вот славянское, вот македонское, хорватское, вот, он его убил, и поэтому вот эта вот, вот эта идея с договором коллективной безопасности СССР, Румыния, Чехословакия, Югославия против Германии, он провалился. И после Луи Барту стал, премьер этим, министром странных дел стал Лаваль, а Лаваль, он был, ну, он же правый, он был противником Советского Союза, он как бы из большой неохоты заключил союз, там, вот этот, о взаимопомощи, на самом деле, вот, и он был сторонником сближения с союзом, который еще в это время был Италия, Австрия и Венгрия, вот с этим союзом сближения. Поэтому он очень хорошее отношение старался поддерживать с Муссолини, максимально хорошее. То есть я к чему это говорю? К тому, что вот Франция вот сейчас в лице Лаваля, да, в лице Лиги наций, она формально осудила Италию за ее войну в Эфиопии. И на самом деле, Лаваль, он как бы очень много помогал Муссолини в плане вот того, чтобы, ну, там, давал ему всякие территории, там, ну, короче, сближения проводил. Он надеялся, что вместе они вот с этим вот союзом, они будут вместе против нацистской Германии. Ну, в результате получилось совсем наоборот, к сожалению. Ну, так, лирическое отступление. Ну, так, лирическое отступление. Так, начинаем зарядку. Тренировки. Фармим опыт. Аттенцион. 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 А, ну, в принципе, здесь на линии Мажино дивизии и так довольно неплохие побучины. Регулярные здесь есть. А, здесь тоже регулярные. Ну, тренировками их можно довести до вот этого уровня, вот этого вот, регулярные. Вот с этим значком они без штрафов. Вот эти вот они со штрафами. Тут минус 9% ко всем характеристикам в бою. Так, кого там еще поставить на обучение? Горнострелковую армию. На тренировки. Горнострелковая армия. Поехали. Д.''M. «Gardez vos rangs. Parrez. Attention... » «Aux ordres. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Пакт Хора-Лаваля. Ну, это известная тоже история. Кому интересно, может нагуглить там, типа... Короче, это пакт. Он предлагал условия, ну, мирного договора с Эфиопией. Типа, что Италия там получает некоторые территории, там некоторые привилегии, там концессии в Эфиопии. Вот, но про этот договор узнали, про эту попытку вот этого договора. И, ну, во Франции. И он не понравился многим. Поэтому Пьер Лаваль ушел в отставку. Кто у нас стал новым премьер-министром? Альберт Сюре. Как его зовут-то, господи? Тоже консерва... Это либерал. А, это из либеральной партии. Это не социал-консерватор, это социал-либералы. И социал-консерваторов уже не Лаваль возглавляет, а Луис Марин. Ну, вот, социал-консерватор, это типа что-то типа... То есть сравнивать с этой... Это республиканцы в Америке. А либералы, социал-либералы, это что-то типа вот демократов, типа Рузвельта. Если сравнивать с США. Так, что мы можем поменять в правительстве? У нас есть 50 политвласти. Пока что особо ничего. Тут это у нас мобилизация. Военные бонды, военные облигации. Ну, в принципе... Ну, здесь у нас нормальная финансовая операция. Здесь бонус скорости строительства фабрик. Как раз мы сейчас фабрики строим. А здесь уже... Другие бонусы. Пока что надо ждать 150, когда будет политвласть. Так, на складах у нас очень много нехватка всего. Девизия, конечно, неукомплектованная. Альберт, сейчас я нагуглю, как его правильно зовут, потому что я не знаток английского. Иガад с забол Schüler. Дикс. Играет музыка. Какuka 17 часов. Альбер Сарро Французский политический деятель А, ну он недолго был премьер-министром Там всего полгода До июня 36-го года В общем, такой ничем Ничем не примечательный Премьер-министр Ничем он не запомнился Так, а тут даже выборы есть Фига себе Вот реально первый раз играю за страну, в которой выборы Апрель 36-го года Потому что в Германии, в Италии, в Японии выборов нету А, у нас поменялась правящая партия Была вот эта Социал-консерваторы стали Либералы Хотя у них популярность маленькая Музыка Продолжение следует... так закрытие зим церемония закрытия зимней олимпиады принципе понятно кто уиграл основном скандинавские страны большая часть медалей получили норвегия на первом месте так че у нас тут ожидаемо италия вышла из морского соглашения выходит об ограничении корабль на кораблей производство кораблей а почему это нам штрафт хорошие игры нормально италия вышла штрафном минус 50 политвласти так чё дальше по фокусу так ну это понятно здесь у нас авиация развитие авиации развитие флота развитие армии либо ставка на оборону либо ставка ставка на эшелон и шли эшелонированную оборону либо же ставка на маневренную войну пока рано об этом говорить пока что раз занимаемся развитием промышленности так возьмем наверное фокус либо инвестиции в колонии развитие колонии либо либо французская национальная железнодорожная компания то есть национализация французских железных дорог короче они все переходят под контроль государства хочу нам это дает а добавляет максимальный уровень инфраструктуры в провинции иль-де-франц па-де-кале шампань и эльзас мы можем взять взять решение провести кампанию предвыборную так но это три процента фабрик будет занята ну видимо на производство всяких агитационных листовок всего такого но вырастет поддержка консерваторов либералов социал демократов и прирост стабильности плюс 2 ладно проведем предвыборную кампанию агитацию пусть стабильность растет тем что 50 процентов было так изучили мы новую полевую форму сразу надо поставить ее на производство вот в этом модести можно даже полевую форму модифицировать типа всепогодная устойчивая качество улучшает стоимость уменьшает камуфляжные свойства улучшает то есть защита улучшается в этом моде в общем тут безграничные возможности на самом деле по модернизации много чего можно модернизировать гарнизонное снаряжение можно штабное снаряжение модернизировать броневики короче все что хочешь все что не хочешь все что хочешь так дальше мы следуем чем мы дальше следуем так это у нас самолет корректировщик артиллерийского огня улучшает атаку артиллерии и защиту тоже так инфляция и стабильная политическая ситуация ну это да это известная тоже ситуация потому что там были была угроза прихода к власти коммунистов поэтому крупные промышленники финансисты они начали выводить капитал свой за границу из-за этого франк стал обесцениваться так получаем национальный дух инфляция до скорость строительства всех сооружений минус 15 процентов ресурсы на продажу плюс 15 процентов поддержка оппозиционных партий в день плюс 003 так возьмем шума возьмем дальше изучим новая это еще рано рота огнеметчиков это слишком негуманно это я не буду исследовать карна стрелкам улучшения пока что еще рано исследовать гарнизонная рано исследовать германия пошла на прямое нарушение версальского мирного договора некоторые немецкие дивизии пересекли границу рейнольда рейнольдской области рейнольда короче германия ремитализирует ремилитаризирует эту область ну не будем слишком сильно нарываться на проблема выразим небольшой протест формальный сильно агриться не будем мы же играем в историческом фокусе местное население восторженно встречала немецких солдат реакция дипломатическая реакция франции и британии была довольно сдержанной так чем мы изучаем прикол столько всего но изучил этот пехотные орудия это такой своего рода эти такая супер легкая короче артиллерия непосредственно поддержки пехоты то есть ближнем бою это сражаться типа мин короче типа минометов и пулеметов только более крупный калибр можно против танков использовать и против укреплений всяких самым популярным эти пехотные орудия не были во фра в германии то есть они могли стрелять и по настильной траектории по прямой и по баллистической траектории и они могли перед перед передвигаться собственным расчетом если нелегкие были очень мобильные особенно вот в условиях допустим боев в городах они там очень удобные были чтобы выбивать противника из укрепления всяких в городе когда городские бои идут но еще есть разновидность вот этих вот пехотных орудий есть еще горные пехотные орудия то есть не специально для боя боев в горах вот они горные пехотные орудия у них еще выше уровень от этого вот как называется короче еще выше может подниматься ну чтобы этот угол обстрела угол наклона был горизонтальный вертикальный угол наведения были больше и еще чуть-чуть там полики то изменения какие-то там а изменения там были то что тоже они были чем мобильные но не делились еще меньше частей вот эти пехотные орудия не то частей на 5 на 6 могли разбираться чтобы их можно можно было переносить а вот эти вообще частей на 10 можно было разделить то есть но больше раз так сказать по русски забываю когда все по-английски забываешь русский язык раз распределить нагрузку короче то есть если 6 частей то они будут тяжелее а если 10 частей то они будут легче но 10 человек будет нести просто там или вьючные животные всякие ослы там кто там таскал эти горные пехотные орудия но не не траки потому что артиллерия которая здесь есть то есть вот легкую артиллерию тащит тощат тащат конные повозки среднюю артиллерию тащат этот траки грузовики рено а тяжелую артиллерию тащат вот эти вот тягач трактор тягач или как он называется по-русски а тяжелый вот это вот супер тяжелая вот эта береговая вообще никто не тащит потому что она не передвигается скорость у нее какая километр километр в час у нас уже закончилась горючая кому мы поможем фабриками советским союзом у нас сегодня наверно хватит